Дамы и господа, добрый день. В рамках этой первой лекции мы поговорим с вами о географическом положении и природных условиях Испании. В известной степени эта лекция имеет вводный характер. Перед тем, как говорить об истории Испании, надо хотя бы немножко в общих чертах разобраться, что такое Испания чисто географически. И позволю себе еще одно соображение всерьез изучать историю страны, любой страны, можно лишь видя ее, имея ее перед глазами. Я не к тому, что всем надо ехать в Испанию, хотя это, конечно, приветствуется, но смотреть хотя бы на пейзажи, хотя бы на картинках, да, и держать в голове особенности испанской природы необходимо для того, чтобы более или менее адекватно можно говорить об особенностях средневековой испанской истории или даже истории нового времени или 20 века. Итак, географическое положение и природные условия. Первый эпизод лекции будет посвящен естественным границам Испании и климату, то есть побережья, горы, реки и основные замечания о климате Испании. Испания располагается по большей части на Пиренейском полуострове. Как вы видите сейчас перед собой, в плане Пиренейский полуостров представляет собой практически идеальный прямоугольник. Не сказал бы квадрат, но он тяготеет к квадрату, да, то есть в ширину, в самом широком своем месте Пиренейский полуостров имеет 990 километров, а высоту с севера на юг, если брать крайней точкой, с одной стороны побережье Кантабрии на севере, а с другой стороны пролив в районе города Тарифа на юге, примерно 840 километров. С севера полуостров отсекают от остальной Европы, собственно, от Франции, да, это Пиренейские горы, труднопроходимые даже сейчас, через них далеко не везде можно пройти, и это обуславливает известную изолированность Испании от Европы. Здесь рискованно говорить слово «анклав», потому что Испания сама в себе все-таки большая, да, но в известной степени, да, такую закрытость испанской истории, отнесенность ее от общеевропейской. Испания претендует в этом плане на звание экстремума Европы, ее окраины, ее крайней точки. Помимо Пиренейского полуострова, к Испании традиционно относят ряд городов на северном побережье Африки, прежде всего Сеуту и Мелилью, обозначенные на карте перед вами, и, разумеется, Балеарские острова, Петюшские острова и Канарские острова, из них только Канарские острова, на карте сейчас не отмечены, на карту они не попали. Климат Испании в целом классический средиземноморский. Сухое жаркое лето, влажная и относительно прохладная зима, но что такое относительно прохладная, да, вы видите, что в принципе на севере Испании температура зимой, средняя температура это 5-10 по Цельсию выше нуля, на юге 10-12, 10-14, а летом средняя температура на юге держится в районе 28, а в крайних своих точках доходит до плюс 50 градусов, на юге, на севере Испании, извините, лето относительно умеренное, средняя температура 19-20 градусов. При этом надо помнить, что это все, конечно, средняя температура по больнице. На фотографиях вы видите, например, два, две мадридских зимы. Декабрь 2005 года, и я прекрасно помню, как делалась эта фотография, она очень типична для зимнего Мадрида, да, это розы на улицах, это облетевшие, правда, платаны, но это вечно зеленые кустарники, это розы и иные цветы довольно в большом количестве в парках, вот. То есть это, ну, никак не подходит к нашим своим представлениям о том, что такое зима. Но, например, в этом году зима в Мадриде выглядит вот так, как на нижней фотографии, которую я взял из блога православного священника отца Андрея Корточкина, настоятеля русского храма в Мадриде. Снег, причем снег не поземка и не иний на дорожках, а снег на несколько десятков сантиметров глубиной, протоптанные тропинки, занесенные парки, застывшая речка Мансонарес. То есть вот такое тоже бывает. При этом на севере и в ряде районов северо-востока Испании, в Альбасете, например, это даже уже не север, это просто восток, вот, зимы бывают очень холодные довольно часто. Вот, ну давайте посмотрим от общих замечаний, давайте посмотрим на карту, климатическую карту Испании. Вот она перед вами. И несложно заметить, что превалирует на ней густо-зеленый такой цвет. Это цвет, которым закрашены регионы континентального средиземноморского климата. Коричневым выделены зоны горного климата, светло-зеленым прибрежного средиземноморского, отличающегося чуть более мягким строем, нежели континентальный. Наконец, регион юго-востока полуострова – это полупустынный климат. Азорские острова, Канарские острова, на этот раз они есть на карте, вот как раз врезка, да, это рай на земле, субтропический климат. Обращают на себя внимание еще две зоны. Это Кантабрия и часть Галисии, Кантабрия-Астурия, часть Галисии, где господствуют прибрежный океанский и континентальный океанский типы климата. При этом, обратите, пожалуйста, внимание, уже на этой карте можно посмотреть на то, как располагаются в Испании горы. Гор, как мы сейчас с вами увидим, в Испании очень и очень много. С севера Испанию отделяют от Франции, как мы уже говорили, перемейские горы. Что мы видим в самой Испании? Прежде всего, это Галисийский массив и Кантабрийские горы, если начинать с севера. Ближе к центру располагаются Иберийские горы. На востоке небольшой массив старых каталонских гор, вдоль побережья, прикрывающих собой с северо-запада Барселону, собственно говоря. Центр полуострова занят плоскогорьем, известным как Месета. Это слово вам будет встречаться довольно часто в наших с вами разговорах, поэтому советую запомнить. Южнее, с юга Месету подпирает центральная Кердильера, небольшой хребет, перевалив через который, путешественник оказывается уже в южных регионах полуострова. Юг полуострова тоже изобилует горами. Это прежде всего массивы Сьерра-Морена и Бетийская Кердильера, Кердильера-Бетика. Ну и знаменитая точка, одна из самых высоких горных точек Испании, это Сьерра-Невада, заснеженный хребет, дословно. Собственно, если посмотреть на то, как это выглядит вживую, а не на карте, вот, пожалуйста, перед вами. Вдалеке мы видим вид на центральную Кердильеру, это север провинции Сория. Соответственно, камера смотрит сейчас на юг. А перед нами расстилается, это совсем не поле, как можно предположить, это та самая Месета. Если вы приглядитесь внимательно к фотографии, то помимо небольшого количества скота на переднем плане, вы увидите довольно большую россыпь таких серо-белых точек на фото. Если увеличить фотографию, станет видно, что это камни. Перед нами плоскогорье с относительно небольшим слоем плодородной почвы. Нам это с вами пригодится, когда мы будем говорить про земледелие Испании. Соответственно, вот еще виды Месеты. Собственно, вот так с ближнего расстояния выглядит эта каменная руссыпь, подобную, которую вы видели на предыдущей фотографии. Эта Месета, соответственно, провинция Сеговия. Провинция Сеговия соседняя с провинцией Сории. Месета, центр Испании, примерно 100 километров к северу от Мадрида. То есть, в принципе, это срединная центральная зона полуострова Месета, прорезана реками. Реки идут в основном в ущельях. Вот, пожалуйста, вид на реку Дуратон. Это национальный парк Осес-дель-Дуратон. Осес в переводе на русский серпы. Серпы Дуратона. То есть, вы видите, как река протекает, на самом деле, в глубоком ущелье, и ее берега высокие, обрывистые. Спуск к воде сильно затруднен. В целом, ряде мест просто невозможен. Ну, впрочем, кстати, невозможен. Возможен, просто очень затруднен, конечно. И уже вот здесь становится понятен ответ на один вопрос, который мы еще не ставили. Мы поставим его с вами сильно позже. Почему арабы в 711 году так быстро, всего за три года, сокрушили Вестготское королевство, одно из мощных королевств Европы, да, и захватили весь Пиренейский полуостров стремительно. Давайте вспомним, что арабы – это прежде всего легкая конница. Понятно, что по Месете, по вот этой вот твердой поверхности кони идут довольно быстро, и арабские рейды, отличающиеся стремительностью, собственно, здесь получают очень благодатную почву для себя. Но при этом понятно же, что местное население, заслышав о том, что идут арабы, что делают? Спускаются к воде, спускаются в ущелье, а арабы туда совершенно точно спускаться не будут. Им для этого надо оставлять наверху коней и спускаться пешком, то есть подставляться под смертельную опасность. Они этого, разумеется, не делали. То есть они проскакали весь полуостров на конях, да, сражений крупных практически не было, монархия Вестготов пала, а значительное, подавляющее количество населения осталось жить, и просто когда установилась арабская власть, установилась более-менее стабильная ситуация, они поднялись из ущелий наверх и продолжили жить, как жили до того. Но давайте вернемся к пейзажам. Вот еще Месета – это в районе Толедо река Тахо, вы видите тоже каменистые склоны, вечно зеленые в основном деревья, только у воды растительность гуще и пышнее в этом плане. Видно и другое из показанных фотографий, а также, если вы вспомните карту с горными хребтами, подавляющее количество испанских гор старые. Старые во многом разрушенные эрозией древние горы. Как вы наверняка помните еще из школьной географии, старые горы – это место относительно неглубокого залегания полезных ископаемых, причем довольно богатого выбора полезных ископаемых. Уже в древности в Испании добывали золото, серебро, свинец. На юге стали добывать медь довольно быстро. Соответственно, на юго-востоке, помимо свинца, нашли залежи серебра. На западе и северо-западе в основном добывали железо и олово. Но, собственно, и золото. Известно, что римляне выбрали практически все золото из испанских гор в бытность Испании и римской провинции. Так что в средние века золото в Испании оказывается привозным из арабского мира. В настоящее время, разумеется, добывается больше разных ископаемых. Весь север и восток, да, вот видите, Авьеда, Леон, Арагон, Галисия. Это зоны, где добывают каменный уголь. Почти по всему полуострову добывается железо. На юге периты, свинец, цинк, уран, киноварь. И так далее, так далее, так далее. То есть Испания очень в этом плане богатая страна, богатая за счет полезных ископаемых, конечно. Собственно, если мы пойдем дальше, то поговорим уже о реках. Перед вами карта речных бассейнов Испании. Если вы дадите себе труд приглядеться к ней более внимательно, то вы увидите, что помимо крупнейших рек, это, собственно, вот они перечислены, да, это Дуэро, Тахо, Гладиана, Гладалквивир, Миньо, Эбро и Хукар, и Сегура еще, да, помимо, собственно, крупных рек, в Испании множество речушек, ручьев, ручейков, рукавов, заводей, то есть вот этих вот мелких протоков, впадающих в реки. Вы видите, карта испечатлена большим количеством голубых прожилочек, да, но при этом значительная часть рек начинаются в горах и в древности. Это реки ледникового и дождевого, а сейчас в основном дождевого питания, а это в свою очередь означает, что реки пересыхают, когда нет дождей, или наоборот разливаются, смывая все, до чего доберутся, когда начинается сезон дождей, а в, соответственно, средиземноморском климате дожди идут сезонно, и сезон дождей – это очень много и очень сильных дождей, идущих подряд один за другим. При этом в летний период, повторюсь, большинство рек пересыхает. Несмотря на большое количество рек, судоходная из них только одна. Это Гавадал Квивир, который судоходен от Устья до Севильи. Выше Севильи суда уже не поднимаются. Вот, соответственно, ну вот классика. Вот, пожалуйста, река Дуэро – одна из крупных рек Испании. Вот так она выглядит у истоков на севере провинции Сория. А вот так она же выглядит ниже истоков. Все та же провинция Сория, но уже не север, да, южнее. Даже если вы присмотритесь здесь, вы увидите, что река на самом деле не очень широкая и не всегда стабильна по глубине. Вот еще одна из крупных испанских рек – это Тахо в районе Толедо в сезон, когда река полдоводна. Когда вода уходит, между опор моста иногда виднеется дно. Но давайте мы прервем затянувшийся рассказ про географические границы и климат Испании. И следующий эпизод лекции будет посвящен разговору о флоре и фауне Испании.